Я пишу уже 30 лет. И давно повторяю эти слова. Я так много раз повторял их, что они перестали быть правдой, потому что сейчас уже пошел 31 год моего писательства. И все-таки приятно говорить. Я уже 30 лет пишу романы. Хотя это и не совсем верно. Время от времени я пишу что-нибудь другое. Очерки, критические статьи, заметки о Стамбуле или о политике, речи. Но моим главным призванием, тем, что привязывает меня к жизни, является написание романов. Я делаю это потому, что хочу говорить о процессе романов. И в особенности написание книги, и в особенности написание романа, как и привычки. Чтобы чувствовать себя счастливым, мне нужно каждый день получать определенную дозу литературы. В этом я похож на больных, которым каждый день нужно принимать по ложке лекарства. В детстве я узнал, что больным с сахарным диабетом нужно каждый день делать укол, чтобы вести нормальный образ жизни. И мне было очень жаль их. Мне даже казалось, что они наполовину мертвые. И я тоже живу наполовину из-за моей зависимости от литературы. Раньше, особенно в молодости, я думал, что меня считают оторванным от реальной жизни, а поэтому обреченным на полумертвое состояние. Может быть, правильнее было бы назвать это состояние полупризрачным. Часто мне даже казалось, что я мертв и пытаюсь вдохнуть жизнь в свой труп с помощью литературы. Литература для меня — это лекарство. Лекарство, которое принимают ложками или в виде инъекций. Литература, которую мне необходимо принимать каждый день, моя доза, если можно так сказать, должна обладать определенными свойствами и определенной консистенцией. Прежде всего, лекарство должно быть хорошим. Под качеством я понимаю искренность и силу. Ну, ничто не доставляет мне столько счастья, и ничто так крепко не привязывает меня к жизни, как чтение отрывка какого-либо насыщенного глубокого романа, в мир которого я смог поверить. Я также предпочитаю, чтобы автора уже не было в живых, чтобы ни малейшая тень зависти не омрачала моего восхищения. С возрастом я замечаю, что самые лучшие книги написаны уже умершими писателями, а если они еще живы, то незримо присутствуют.